всем добрый день друзья на связи денис телегин своем прошлом видео я рассказывал о том как мы шпаклевали финишной шпаклевкой стеклохолст и подготавливали стену к покраске ну а сегодня мы будем эту шпаклевку шлифовать или шкурить кому как удобно естественно что шлифовка финишной шпаклевки отличается от шлифовки базовой шпаклевки базовая шпаклевка предусматривает что впоследствии на нее будут клеиться либо обои либо тот же стеклохолст поэтому какие-то небольшие нюансы эта шпаклевка нам в принципе простить может но вот финишная шпаклевка нам ничего уже не простит и от того насколько качественно будет подготовлено основание настолько качественно у нас и будет покрытие краской увидеть небольшие дефекты скажем наплыв шпаклевки на шпаклевку или какую-то небольшую царапину на белой шлифованной стене очень сложно. Обычно такие дефекты проявляются только после того, как стена будет покрашена первым слоем краски. Раньше в принципе так и делали. Закатывали первый слой, выискивали эти дефекты, шпатлевали, шкурили и еще раз закатывали. Но так можно сделать с недорогими красками, которые содержат в своем основании мел. Такая краска, она также шлифуется, как и шпатлевка. Но современные краски, особенно для стен, они все моющие, с большим содержанием латекса. Поэтому они образуют защитную паропроницаемую пленку. Если, к примеру, мы покрыли стены такой краской, увидели какую-то неровность, скажем царапину, зашпатлевали ее и начнем ее шкурить. У нас получится следующее. Шкурка будет сдирать эту пленку защитную, потому что краска еще не набрала свою прочность. И у нас эта заплатка обязательно будет заметна. Устранить такие неровности очень-очень сложно. И даже если после того, как мы закатаем эту стену еще два-три раза, все равно эта заплатка будет заметна. Для шлифовки можно использовать специальные шлифовальные платформы с наждачной бумагой. Но мы будем шлифовать специальной машиной. И обзор на эту шлифовальную машину я уже снимал в прошлом видео, и кому интересно, тот может посмотреть. Эта машина имеет вакуумную присоску. То есть, как только мы ее включим, она вплотную примыкает к стене, и мы шлифуем практически без пыли. Вся пыль через отверстие внутри машины по шлангу попадает в мешок, который находится у нас за спиной. Для шлифовки финишной шпатлевки лучше использовать наждачную бумагу с зерном 180, 200 или 220. Вокруг барабана этой машины есть специальная осветительная лента, чтобы мы могли легко определить какую-то неровность или царапину. Если этой ленты не хватает, то можно воспользоваться лампочкой или специальным прожектором. Такой машиной можно легко, быстро и без особой пыли зашлифовать и потолок, и стены. Но вот внутренние углы и примыкание стены и потолка для такой машины недоступны. Поэтому их мы шлифуем специальными губками. Есть прямоугольные губки, а есть губки с углом под 45 градусов. Такой губкой удобнее всего обрабатывать внутренние углы и стыки потолка и стены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, я вкратце рассказал о том, как мы шлифуем стены под покраску. В следующем видео я расскажу о том, как эти стены загрунтовать и какую грунтовку лучше использовать. Ну а на этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok